Привет друзья! Бразильский телесериал появился на экранах советского телевидения в 1988 году. Первая мелодрама, состоящая из множества серий, каждый вечер заставляла женщин СССР торопиться к телевизору. После этого фильма в наш лексикон вошло слово Фазенда. Главную роль в сериале играла бразильская актриса Лусилия Сантос. Она полюбилась советским зрителям. За судьбу рабыни Изаура переживали в СССР. Когда ей было 9 лет, узнала о кастинге среди детей для участия в спектакле. Мать не разрешила ей туда пойти, но дочь с тех пор мечтала стать актрисой. Позже это решение закрепил совместный школьный культпоход в театр. Свою главную роль Лусилии удалось сыграть, когда ей было 19 лет. Фелесериал, снятый по одноименной книге 1875 года, сделал ее известной. Автор совместил серьезные проблемы рабства того времени с историей любви и страсти, изобразив ярких и интересных персонажей. Позже актриса решила попробовать свои силы в режиссуре. На гастролях в Китае в 1986 году Лусилии очень понравилась страна. После этого она дала себе слово, что однажды снимет фильм о Китае. Спустя 15 лет Сантос закончила работу над пятисерийным документально-публицистическим фильмом. Она рассказала в нем о жизни простых людей и богатой части населения Китая, показала и сравнила жизнь в маленьких деревнях, в средних городах и мегаполисах. Это у нее получилось очень талантливо. Актриса снималась еще в нескольких фильмах, но звездный успех ей все же обеспечил фильм «Рабыня Изаура». После выхода телесериала Лусилия, зарегистрировала брак с Джоном Нешлингом, дирижером по специальности. В этом союзе родился сын Педро. Брак продлился недолго. В 1986 году супруги расстались. Сын объединил таланты родителей. Он поработал диджеем и актером, попробовал себя в качестве сценариста и помощника режиссера. Сейчас актрисе Лусилии Сантос, 63 года, но она в прекрасной форме. Она может похвалиться стройностью. Ее вес – 50 килограмм при росте, 155 сантиметров. Красота и обаяние, которые мы видели в рабыне Изауре, как и прежде, при ней. Лусилию Сантос крестили в детстве в католической церкви. Но ей близки буддийские учения. Она даже практиковала йогу. Лусилия не меняла веру, но остается верна учениям Будды. Ее жизненная позиция такова – живи настоящим моментом, ничего не ожидай. В 2019 году Сантос отправилась на постоянное место жительства в Португалию. Она объяснила такое свое решение несогласием с политикой правительства Бразилии. Сантос поддерживает фигуру благодаря занятиям йогой, увлечению тибетской медициной и соблюдению вегетарианской диеты. Жизнь Лусилии очень активная. Она занята благотворительностью, изучает вопросы экологии и защиты животных. Одно из любимых ее занятий – это времяпрепровождение с внучкой Каролиной. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.